Привет, Даша. Здравствуйте, я Лидия. Мы сегодня так с Алискою хотим высказать, прям вот... Фе. Ну не фе, наоборот. Борис Акунин и его второй том «История российского государства», посвященного Нордымскому периоду, татарам, Нобольской виге и всё такое. Сразу хочу отметить, что автор исполнил истра... Скорректировал... Исправил. Недочёты первого тома. Он добавил хронологию, которую можно найти на переднем фразате книги важных событий. Как бы тебе по голове не дали. Это один раз взбухалось. И на заднем фразате он даёт перечень государей, их и наших, чтобы можно было... Если потеряешься, сориентироваться. Хочу подметить, что... Поразиться объективности. Это всегда. Пожалуй, я столь объективным подходом встречалась только в одном случае, Лопатин, мифы Потёмкина. И вот у Кунина, он в своих книгах из цикла «Любовь к истории» писал, что когда он собирается... писать о каком-то историческом событии или человеке, он всю информацию как фильтрует. В одну стопочку, значит, то, что «за», в другую стопочку «против», ну, негативные какие-то... В общем, если он, составляя данную книгу, следовал этому принципу, то этот принцип работает. Потому что более объективного я ничего не видела. Ну, конечно, трудно, Лопочка, судить. Как бы вот мы с тобой, ну, склонны будем так, мягко говоря, к любви и к истории, да, как бы увлекающиеся этим предметом. А тем не менее, мне так кажется, к нашему стыду, мы не соизволили прочитать ни Краведина, ни Соловьёва, ни и т.д. Есть такие проделы. Может быть, ты знаешь почему? Потому что я уже об этом упоминала. Я их боюсь. Да, да, да. Как всегда, потому что, как вот Акунин в этой книге говорит, что история – это предметы геологизированные, да нельзя. Вот единственный предмет, который действительно служит, так сказать, потом или сейчас кому-то чего-то как-то. Мефеголизируется и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, видимо, очередное враньё вдруг там бяка и ай-ай страшно. Потому, видимо, да. А вот надо сказать, что не так уж много, но Акунин ссылается и на Крамзина, и на Соловьёва, и на других историков. Ну, буквально вот… Чего же, частенько. Да. Ну, буквально вот… То поправит, то дополнит, то возразит. Да, в принципе, он ему не возражает. Он как бы иллюстрирует чуть-чуть. Есть пару моментов, когда он… Он не критикует никого. Сомневается в… По крайней мере, вот это очень хорошо, что он никаких выводов совершенно, ни в ту, ни в другую сторону. Он просто упоминает, что вот Александр Невский, вот это было несколько не так. Вот просто сделали из него вот такого вот… Мне, кстати, очень понравилось… Или Дмитрий Донской. Мне очень понравилось словосочетание, которое приводит Акунин. Теперь я его по поводу и без патриотических обидов. Да. Он пишет, что из патриотической обиды, да и ничего, что там греха, это из-за годы государям, люди, которые фиксировали историю государства наше, они… Киршком субъективе. Несколько корректировали то, что были на самом деле, так, чтобы мы выглядели более приятно и хорошо. Да и вообще лучше бы забыть, вот ты вот говорила до получения еще этой книги, ты говорила, что вот этот период Ордынский вообще выпадает из нашей памяти, как бы вот, да, была, да, вот, а я… У меня вообще чистейший пробел. Я читала о том, что было до этого периода, я читала тем более то, что было после, но вот сам… Ну как это было, и что? То есть это вот обрывки чисто вот школьных знаний. Подожди, давай, прежде чем мы скатимся окончательно субъективного восприятия книги, все-таки я хочу рассказать… Ну-ка расскажи. …достоинство. Ну-ка расскажи. Он не просто берет, вот, хапнул этот период и рассказал, что все было несколько не так, как мы представляем, не такое уж оно было и иго, не такое уж оно было и тоталитарное. Он раскладывает все по полочкам, все по очереди там. То есть он пишет о том, каково было государство, да его, по сути, не было, русское, до того, как все это началось, каково было, каково были, кто это, татаро-монголы. А кто они такие? Значит, потом он потихонечку переходит уже к предпосылкам ситуации кризисной, уже к самому от этого периода татаро-монгольского иго. Он, значит, обозревает достаточно подробно все вот эти битвы, что из чего вытекало, что было следствие, чего. И, соответственно, он потом обозревает, что было после уже иго, когда ура, мы победили. Фигуал. Как он говорит, что для меня было откровением, что а иго-то мы никакого и не свергали. Оно там рассыпалось и все тут. Да, да, да. Ну, нет, там были какие-то усилия. Да, никаких усилий практически. Орда уже... Вот тут мы с вами не слышали зло мнения. Нет, так он очень хорошо расписывает, каков раскол был в самой Орде. Там были люди исторически важные. Были, да. Имена, которые знают люди, которым история чужда, которые создали предпосылки и повернули, можно сказать, реку в нужное русло. То есть они сами не поплыли по этому руслу, но они его создали. И вот если бы они его не создали, то оно бы и не поплыло. Ну, очень хорошо она здесь рассказывает о тех или иных предпосылках, что вот если бы случилось вот так, должно было случиться, но не случилось по тем иным причинам, субъективным и так далее, то история государства российского послала по совершенно другому пути. Хоть и говорят, что история не терпится слагательного наклонения, но я считаю, что необходимо, необходимо глядываться на разные версии того, что могло быть и чего не могло быть, и как бы это могло привлечь. На то, чтобы... Это позволяет... В конце концов, для чего мы учим историю? Чтобы не повторять ошибок. Ну, она же она повторяется историкой. Да, потому что плохо знают историю, люди, которые их повторяют. И вот эти вот многовариантность, представляемая, как могло бы быть, если бы вот так, она позволяет ещё больше повысить уровень несовершаемости ошибок. Как-то так. И вот, знаешь, что особо ценно в этой книге Акуницкой, вот такое послесловие итоговое, да, где он подводит итоги, почему, куда, как, что нам это дало, почему мы пошли по этому пути, и что мы взяли вот на самом деле от этого ига. Ну, на самом деле, на то, что мы взяли хорошего от этого ига, он намекает уже и в первом томе, и в конце его. Ну, что взяли тоже. Поэтому очень мудро сделал, потому что, возможно, я бы восприняла книгу менее доброжелательно, менее тепло, если бы он меня не подготовил к этому раму. То есть он так вякнул в конце первого тома вот об этом, о том хорошем, что мы взяли от этого ига. Я ещё так поразилась, как можно было что-то хоть хорошее от этого излечь, опыт-то. И то есть у меня было время свыкнуться с этой мыслью, приварить её и усвоить. И вот мне ещё что понравилось, вообще отвратительно, отвратительные князья эти все, ой, все братья, отец на детей, дети на отцов, дяди, он не осуждает, он просто рассказывает. Он показывает, он это показывает. Это ужас, ужас какой. Он не судит, он оставляет это на суд читателей. Правильно делать, я считаю. И поэтому, так сказать, вот что ещё ценно, он просто приводит факт и даёт такую, ну, немножечко оценку роли личности в истории этих событий. Да, пожалуй, есть такая. Мне очень понравилось. И тут такое, Невский Александр. И я ещё хочу добавить, что есть иллюстрации, которые, сейчас найду подходящие. Сокуски. Ну, карты, само собой. Вот, например, фотографии памятников, ну, не только, картины, вот, картина. И вот так, почти на каждой странице у нас есть иллюстрации. Приятно держать руками. Ну, то есть, вот, главное, это проникаешься, как я всегда об этом говорю, проникаешься духом вот той эпохи, и вот как это всё было. Я читала, мне прям всё это снилось потом ночами. Потому что настолько вот обе стороны, что такое Орда, кто они такие, откуда пошли, особенно личности такие, как, естественно, Чингисхан, как Мамай, как Тамерлан, как, ну, то есть, вот эти вот все личности, кто они такие, откуда они вышли, как всё это происходило, и почему они вот полмира завоевали. Ведь более, так сказать, вот Чингисхановского завоевания не было в истории никогда, да и потом уже, видимо, не стало. Потому что куда-то Александр Македонцев, хоть и считался тоже властелином и прочие дела. О, и почему это произошло? Куда там, конечно, нам этим маленьким княжеством совсем чудовищным бороться против такого? Ну, это похоть, а прошли тень, так поставили на колени, платите теперь. То, что славяне разобщились на украинцев, белорусов и русских, это тоже произошло вот тогда. И он объясняет, как именно так вышло. Ну, тут Лидова, так сказать, роль сыграла, огроменную Витовт особенно, и так далее. Ну, довольны, что мы прочитали. Да, прощаемся. Всего хорошего. До скорых дней. До скорых дней.